Долгожданное событие и большой подарок ко дню рождения Краснодара. Муниципальные концертные залы открыли после капитального ремонта и реставрации. Преимущество обновленной площадки горожане оценили накануне. Разительные перемены уже в фойет. Световое решение интерьера, новое освещение и приятная прохлада, которую теперь обеспечивают кондиционеры, вмонтированные в потолок. Все это делает пространство весьма комфортным и располагающим погружению в искусство. В том числе изобразительное. Специально к открытию зала 14 краснодарских художников представили свои работы, которые объединила экспозиция под названием «Краснодар-1». На полотнах размышления о кубанской столице. Авторам картин вручили благодарственные письма за профессионализм, высокое художественное мастерство и вклад в культуру города. А потом зазвучал белоснежный рояль. Обновленный концертный зал встретил публику сияющими витражами, глянцем паркетой, новыми креслами, красивыми и удобными. Без лишних слов грянул Вагнер в исполнении Кубанского симфонического оркестра. Весь вечер прославленный краснодарский коллектив и вокалисты дарили классическое музыкальное искусство в его естественном акустическом звучании, без микрофонов. Подарок вручен. Пробу звука сняли музыканты, журналисты, художники, иностранные гости, прибывшие на празднование юбилея кубанской столицы, первые лица исполнительной и законодательной власти Краснодара. После концерта мэр Евгений Первышев с обновленной сцены поделился с нами планами на будущее. Конечно, мы мечтаем о большом концертном зале, муниципальном, либо это краевой, но, конечно же, хочется эту мечту воплотить. Да, конечно, она очень будет небыстрая, но, тем не менее, такие планы мы вынашиваем, и очень хочется иметь такой грандиозный концертный зал, где можно было бы давать действительно серьезные концерты симфонической музыки.